Очередная мышка от Afotech Blade, которая должна сочетать в себе и умеренное качество, неплохую начинку и хорошую цену. Ну, в общем, посмотрим в обзоре так ли это. Начнем с того, что эта мышка практически брат-близнец Afotech P30 Pro и единственное различие между ними — это форм-фактор. Само собой, эргономика, а также отличаются боковые стороны. В случае P80 Pro — это фактурный пластик, а в случае P30 Pro — прорезиненная поверхность. Материал корпуса, как обычно, собирает кучу жирных опечатков, но зато рука на нем не скользит. Во главе мышки лежит оптический сенсор PixArt. Никаких проблем с ним в играх нет. Я долго тестировал ее на срывы в играх, и все идеально, вообще без нареканий. Очень приятно, насколько относительно бюджетная компания Afotech подобралась к эталонным мышкам от других более дорогих производителей. Длина кабеля составляет 1,8 метров. Кабель имеет оплетку по стандартам Afotech. Скорость передачи мышки регулируется от 125 до 1000 герц в секунду. Разрешение — 12000 DPI и, собственно, четыре варианта настройки, с которыми вы можете побаловаться в ПО от Afotech. Да-да, это именно то ПО, которое помогает вам активировать читерский режим ультра-кор в этой мышке, поэтому о нем я рассказывать не буду. Уж извините, достали уже в ФКС с этими мышками, честно. Основные кнопки имеют отличный ход. Колесик прорезиненный и вызывает приятный вау-эффект. Заявленный ресурс нажатия кнопок — 10 миллионов. А по информации от моего товарища, который очень любит играть в Diablo 4, это примерно один год, не более того. В мышке используют переключатели собственной разработки LikeStrike. И в целом можно еще много маркетингового бреда попересчитывать с сайта, но я тут не за этим. На самом деле мышки Afotech вызывают двоякое впечатление. С одной стороны, раньше они срывались при активном движении, имели некорректно срабатывающий сенсор, и именно из-за этого имели бюджетную цену. Ну, собственно, все понятно. Сейчас всего этого нет. Мышка в целом хорошо лежит в руке, только в случае, если вы правша, кстати. Отлично работает в играх, да и в целом достаточно приятная. Бонусом будет подсветка, имеющая 16 миллионов цветов, что в итоге. Однозначно смотреть, однозначно трогать, однозначно сравнивать. Ибо сенсор хоть и хороший, но, например, клавиши вызывают вопрос. И опять же, как сама мышка будет лежать в руке? У меня рука большая, мне вполне удобно. Ссылочка на данную мышку будет, как обычно, в описании. Вы уж потыкайте там. Спасибо. Ну, а, собственно, покупать или нет, решать только вам.